Ученые психологи полагают, что отношения между человеком и реальностью делятся на три типа желание, возможность, долженствование. Иными словами, в этом мире мы либо чего-то хотим, либо что-то можем, либо что-то должны делать. Именно эти отношения и называются модальностью. И каждый язык имеет особые средства их выражения. Средства эти подразделяются на лексические и грамматические. То есть, либо мы просто употребляем специальные слова с соответствующим значением, либо смысл модальности передается специальными грамматическими конструкциями, служебными словами, изменением слов. Как на финском сказать, что вы можете учить финский? Как сказать, мне нужно учить финский? И, конечно же, что вы хотите его учить? Именно об этом в наш сегодняшний урок. Мы разберем, как выражаются разные модальности в финском языке. Желание. Тут все достаточно просто. Используются лексические средства. Как на финском выразить желание что-то сделать? Например, как сказать, я хочу учить финский? Чтобы выразить желание что-то сделать, мы используем глагол «халута». После этого глагола используем инфинитив, что делает эту конструкцию очень простой. Скажи, мне нужно учить финский? Скажи, мне надо учить финский? Моя, вы не могутiel ignorать английский язык. Вам не Someone стоит учением으cemos английский язык. Мы не seeks учить английский язык. У вас нету requiring английский язык. He не захочет учить английский язык. Меня dimensionает хлопьяка. Вы не хотите купить похлопу. Вы не хотите уч Whether ou favor薦cent английский язык. Вы не хотите учить их franc Ambassador. Возможность Тут также особых трудностей нет. Используется глагол «войда». После глагола «войда» в личной форме используют начальную форму глагола – инфинитив. Например, «вынки» Матритсанин. «Меня ei voi opiskella englanttia». «Синя et voi opiskella englanttia». «Hän ei voi opiskella englanttia». «Мы emme voi opiskella englanttia». «Te ette voi opiskella englanttia». «He eivät voi opiskella englanttia». Необходимость. А вот с необходимостью все несколько сложнее. Тут немало грамматических нюансов. Постараемся разобрать их максимально доступно. Как сказать «я должен», «мне нужно» на финском языке? Здесь следует разграничить, нужен ли вам какой-то предмет или вы хотите сказать, что вам нужно что-то сделать. После финского глагола «тарвито» «нуждаться» в личной форме мы употребляем предметы и вещи, в которых мы нуждаемся. Например, Как же выразить на финском мысль, что вам нужно или необходимо что-то сделать? На финском конструкция, которая выражает такую мысль, называется «модалерогене» – модальной конструкцией. В финском языке несколько модальных глаголов долженствования. Глаголы «тайты» и «пита» синонимичны, означают «нужно», «следует». «Онпакко» выражает более сильное долженствование, когда вы обязаны что-то сделать. Для отрицания будем использовать формы «эй тарвице» – «не нужно», «не следует» и «эй улы пакко» – «не должен», «не обязан». Простота этой конструкции в том, что модальные глаголы не меняются по лицам и числам. После модального глагола использовать глагол в начальной форме. Например, Если действие нужно совершить какому-то лицу, тогда лицо, которому нужно что-то сделать, будет стоять в форме генетива. Чтобы поставить в словах генетив единственного числа, нужно подставить к слову букву «н». Например, «Юсси» – «Юссин». Местоимение в форме генетива. А теперь составим предложение. Как вы заметили, предложение строится очень просто. В предложении будет меняться только лицо. Например, Отрицательное предложение строится по такой же схеме. Что мы все об изучении финского. После выражения «я хочу», «я могу», «мне необходимо» используются и другие выражения. «Левятая». «Меня找isiin». «Меня找isiin». «Меня требует перевела». «Синя haluat ostaa kahvia». «Синя voit ostaa kahvia». «Синя täytyy ostaa kahvia». «Han haluaa kuunnella musiikkia». «Han voi kuunnella musiikkia». «Hänen täytyy kuunnella musiikkia». «Me haluamme tilata pitsaa». «Me voimme tilata pitsaa». «Meiden täytyy tilata pitsaa». Вы хотите ходить в пустой. Вы можете ходить в пустой. Вы должны ходить в пустой. Они хотят играть в пустой. Они могут играть в пустой. Они должны играть в пустой. Кстати, фразы. Мне нужно идти сейчас. Финанса кончует телефон или обычный разговор. Но мне нужно идти сейчас. Мой. Дадим вам небольшое задание. Напишите в комментариях, что вы хотите делать, что можете делать и что должны делать на выходных. Например, Мой. Вииконлоппу, я хочу нуккать и потом лежать. Я могу нуккать, но не могу лежать. Мне нужно сиевать в пустой и тискать в пустой. С вами был Lingua Contact. Меня зовут Инесса. Мой-ка-мой! Пока! 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 Субтитры создавал DimaTorzok